Ник Перумов. Одиночество Мага. Том 2. Летописи Разлома. Читает Сергей Уделов. Анотацию. Окруженная многотысячной армией посреди Солодорской пустыни Фесс попадает в ловушку Святой Инквизиции. Помощь приходит с совершенно неожиданной стороны. Последователи учения Солодорца вызволяют его из плена, решив, что некромант — это восставший из мертвых темный маг Эвенгар Солодорский, их великий мастер, которому они поклоняются. Однако вскоре Фессу снова придется встретиться с преподобным Этлау лицом к лицу. И теперь ему уготованы испытания пострашнее, чем с сожженным на кострах грешником. Сильвия продолжает исполнять план Игнациуса и преследует Клару. Она постоянно встречает таинственных сущностей, которые предлагают ей сделку в обмен на неограниченную власть. В конце концов, все герои окажутся в одном месте — в Скавелле, где состоится одно из решающих для этого мира сражений, а некромант сделает свой окончательный выбор. Ник Ирумов Одиночество Мага Том 2 Интерлюдия 9 После встречи со стражем подземелья Клара замкнулась в себе. Проклятая тварь была права. Боевую волшебницу теперь мучил постоянный неотвязный вопрос. А что если... Если ее пропавший друг и есть это непонятное существо в пещерах под пиком судеб, неизвестно как и почему оказавшееся в свое время в долине магов. Разум в это верить отказывался, а вот сердце... Сердцу очень хотелось поверить. Впрочем, если это так, то все еще хуже. Тогда получается, что ее Клару бросили словно надоевшую любовницу, отправившись по каким-то своим очень важным мужским делам. А женщина должна ждать и стирать и стряпать и воспитывать детей, пока эти тубоголовые мужланы спасают миры, хотя точнее будет сказать, ввергают эти самые миры в такие неприятности, что женщинам, наскоро вытерев руки о передник и не успев даже отставить в сторону ухват, приходится браться за дело самим. Так она и шла. Яростно споря сама с собой не в силах понять, чего же она, собственно говоря, хочет. Какого исхода этой загадочной подземной встречи, на время вытеснившей даже мысли о мечах и Кэрри? Райана как-то слишком уж проницательно поглядывала на Кирию Клару, но помалкивала, и боевая волшебница была благодарна ей за это понимающее молчание, действовавшее лучше всех и всяческих слов. Отряд двигался за снеженными равнинами и геста. Правда, двигался с известными удобствами и даже с комфортом. Прослышав о столь знатных и могущественных особых, все местные владетели, все эти графы, маркизы и бароны наперебой спешили выказать свое почтение. Странники ночевали в замках, в жарко натопленных покоях, на настоящих кроватях. Даже и речи не заходило о холодной ночевке где-нибудь в чистом поле. Анетта и Мегана проводили вечера в бесконечных словесных баталиях по поводу того, кто же на самом деле встретился госпожа Кларе, откуда он мог взяться и не связан ли как-то с теми самыми центрами силы, о которых, само собой, знал любой маломальский сильный чародей Эвиала. Остальной же отряд Клары откровенно скучал. Тави сама по себе далеко не такая уж слабая чародейка. Китсум, за невзрачной наружностью которого скрывалась, как подозревала боевая волшебница, отнюдь не только прошлая шпиона мельинской серой лиги. Даже Райна. Все они как-то погрустнели. Долгая дорога, малопонятный разрушитель, которого они в глаза не видели и знать не знали. Та, кого они добровольно признали своим предводителем, похоже, отнюдь не спешила выполнять заключенную в межреальности сделку. Во всяком случае, никаких видимых шагов к этому Клара не предпринимала. Иногда, правда, Райна чуть оживлялась, когда вдруг хваталась за меч, заявляя, что, мол, за ними кто-то следит. Клара устраивала тщательную проверку, всякий раз ничего, к немалому, похоже, разочарованию отряда, успевшего соскучиться по доброй драке. Путь через зимний Микамп они одолели быстро. Большую часть верхом, иногда на санях. Оставили в стороне и Гест, где, согласно доставленным местной гильдии магов новостям, прорыв тьмы произошел, но достаточно быстро, самопроизвольно угас, как говорилось в посланном через кристалл сообщении. Анетта и Мегана снова сошлись в жарком до хрипоты споре, что это может значить и как прорыв тьмы, к которому так долго и тщательно готовились и Ордос, и волшебный двор, рассылая в самые удаленные точки мира своих наблюдателей, мог прекратиться сам собой. Они уже пересекли границу Микампа, когда кристалл вновь принес весть, да такую, что со всего отряда Клары мигом слетела скука. Разрушитель вторгся в город. — Опять! — сплеснула руками Мегана. — Что? Ну что ему там надо? — Здесь же все четко сказано. — не удержался от колкости Анетта. — Пытался отбить проданных в солодорское рабство эльфиек. — Я тебе говорила, что за всеми этими безобразиями стоит Вейда? — Дура. Она думает, что может заставить разрушителя работать на нее. — Я бы и не судил так категорично, — покачал головой Анетта. — Мы и не знаем, в какой степени тьма сейчас владеет душой и разумом разрушителя. Собственно говоря, мы не знаем, стал ли он уже разрушителем. — Когда узнаем, поздно будет, — мрачно посулила Мегана. — Я хотел сказать, в какой степени он уже стал разрушителем, — поправился белый маг. — А в чем ты оценишь эту степень? — Тотчас же кинулась в наступление хозяйка волшебного двора. — В алхимических долях? Клара устала, поморщилась. Бесплодные препирательства начали выводить ее из себя. — Какая разница, зачем Кэр полез в эту самую, как ее, агранну? Гораздо важнее, что с ним сейчас. Можно ли еще вернуть его душу? Или же придется, стиснув зубы, забыть, что перед тобой племянник ближайшей и единственной подруги? И просто убить его, как опасное животное, без гнева, с глубокой скорбью? Убить, если она поймет, что болезнь зашла слишком далеко. И здешняя тьма, понимай, зло, на самом деле целиком и полностью овладела им. После случившегося в огране Анетта и Мегана совсем потеряли покой. И как могли, торопили отряд. Вгоняя в панику содержателей постоялых дворов и почтовых станций, позаимствованных королями Мекампу Старой Ибинской империи, Клара и ее спутники достигли огранны всего за четыре дня. Город кипел. Его наводняли войска, согнанные, похоже, со всего Мекампа. Ополчение городов, сельские черные сотни, замекамские степные наемники и, конечно же, инквизиторы. Инквизиторы, инквизиторы, инквизиторы. Сотни серых плащей с кровавым кулаком, деловито снующие туда-сюда по городу, не весь чего вынюхивающие и выспрашивающие. — Собрались, похоже, чуть ли не со всего Эвиала, — нахмурилась Мегана. — Весь Аркин почитай здесь, кроме разве что его святейшества. — И что мы станем тут делать? — не скрывая раздражения, бросила Клара. — Уж не предстоит ли нам давать объяснение и оправдываться перед этими инквизиторами? За спиной боевой волшебницы глухо и гневно заворчала Райна, словно готовая к драке Пантера. — Нет, Мегана не приняла боя. — Мы всего-навсего встанем на след разрушителя и как можно скорее покинем этот город.